И дальше у нас идет стандартный отсчет от 3 до 1, стандартное погружение. Наша задача, первое, что мы делаем, это расслабить тело. То есть цифра 3 у нас ассоциируется с расслаблением тела. И здесь тоже есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание, они очень важны. Когда мы закроем глаза, вот ту медитацию, которую мы будем делать сегодня, когда мы закроем глаза, я попрошу вас представить цифру 3-3 раза, вы ее себе каким-то образом представите, у кого-то это может быть что-то мигающее, у кого-то могут быть цифры в ряд, у кого-то еще какие-то другие образы, кто-то не видит образы, у кого-то просто это понимание того, что он представляет. То есть у каждого будет что-то свое. Но следующая фраза, которая будет после этого прочитана, я ее сейчас зачитаю для того, чтобы ее более подробно объяснить. «Каждый раз, когда вы закрываете глаза, чтобы действовать в более глубинных уровнях сознания, мысленно говорите себе, если кто-то позовет меня, а также в случае опасности или непредвиденной ситуации, я немедленно открою глаза, бодрый, чувствуя себя хорошо, совершенно здоровый и способным справиться с любой существующей ситуацией». Здесь у нас идет программирование на то, что как бы глубоко мы не погрузились в имитацию, если бы происходит что-то из ряда вон выходящее, и нам нужно срочно открыть глаза и как-то быстро отреагировать, то здесь есть программирование на то, что мы в любом состоянии, из любого состояния сможем быть, открыть глаза и действовать адекватно. И если вы заметили, я когда читала эту фразу, то прилагательные в этом предложении чередовались и в мужском роде, и в женском роде. В обычной речи мы так не говорим. То есть я открою глаза, бодрый, чувствуя себя хорошо, совершенно здоровый и способный справиться с любой существующей ситуацией. Это тоже не просто так. Здесь очень важный момент, когда мы погружаемся на глубокие уровни сознания. В медитации то для нас очень важно наладить энергии, движение энергии в нашем теле. И вот эти прилагательные, которые чередуются в словах, прилагательные, которые чередуются в предложении, то в женском варианте, то в мужском варианте, это дано для того, чтобы нормализовать наши женские и мужские энергии, которые есть в каждом человеке. В каждой женщине есть и мужская энергия, и женская энергия. Она должна находиться в определенном балансе. Даже как и в каждом мужчине есть и часть женской энергии, и часть мужской энергии. И она тоже должна находиться в балансе. Вот если помните, это значок «И» и «Я», черное и белое. То есть все должно находиться в гармонии. Поэтому буквально первые слова и первое программирование, которое мы делаем при погружении в медитацию, мы настраиваем свое внутреннее состояние на состояние гармонии. Потому что если есть перекос в ту или иную сторону, когда, например, у женщины слишком много женского, это тоже не есть хорошо. То же самое, когда у мужчины слишком много мужского, тоже не есть хорошо. То есть все должно быть сбалансировано, все должно находиться именно в идеальном балансе. Для того, чтобы этого достичь, как раз эти фразы нацелены на то, чтобы нормализовать вот эти все наши энергетические потоки. Следующее, что мы будем делать, и следующие фразы, которые вы услышите в медитации, я буду перечислять определенные части тела. Для того, чтобы расслабить тело, я буду обращать внимание на определенную часть. Начнем с головы, естественно, потом лоб, глаза, лицо, язык. И когда мы дойдем до челюсти, вот здесь я хочу обратить особое внимание. У тех людей, которые только начинают осваивать метод Сильва, бывают сложности с расслаблением. То есть они могут достаточно расслабиться, чтобы уйти на глубокий уровень сознания. И вот обратите внимание на свою челюсть, когда вы входите в медитацию. Если ваша челюсть напряжена, то ваше тело не расслабится вообще. Это физиология. Наше тело так устроено. Наша челюсть зависит с расслаблением всего остального тела. То есть если у вас буквально вот так вот все сдвинута, челюсть, она прям вот закрыта, то достигнуть расслабления тела практически невозможно. Это физиологическая реакция. Вот так мы устроены. Поэтому, когда мы идем, вот я называю части тела, обратите внимание, особое внимание на челюсть. Она должна быть абсолютно расслаблена. Можно даже немножко приоткрыть рот. Ничего страшного, он будет открыт. И там у кого-то может быть язык там как-то. Не стесняйтесь, пожалуйста, этому. Это значит, что вы хорошо расслабились. Потому что если вы не отпустите челюсть, тело, к сожалению, дальше не отзовется. Дальше мы идем. Шея. Обратите внимание на шею, насколько она напряжена. То есть постараться отпустить напряжение. Потом горло. И будет фраза, что расслабьте ваше горло снаружи и изнутри. То есть снаружи имеется в виду шея. Что-то вот здесь, вот если у вас одежда или какие-то украшения, то не должно ничего мешать. Поэтому, когда вы уходите в медитацию, чтобы обратить внимание, что ничего не давило. И внутренние свои мышцы. Вы сосредотачиваете внимание, как погружаетесь вниманием внутрь горла и пытаетесь понять, насколько, в каком состоянии находятся ваши мышцы. И если они напряжены, если там вот тоже что-то сдавлено, то либо с помощью дыхания, либо с помощью глотания. То есть тоже нужно отпустить все это напряжение. То есть нужно прям от себя вот этот там хоп выдохнуть или просто взглотнуть для того, чтобы все это ушло. Дальше мы пойдем по всему телу. То есть плечи, руки, кисти, спина, грудная клетка снаружи и внутри, живот снаружи и изнутри. Тоже нужно будет обратить внимание как на внешние впечатления тела, так и на внутренние впечатления тела, для того, чтобы понять, есть там напряжение или нет. Если есть, то же его отпускаем каким-либо образом, который вам более комфортен. Кому-то удобно с помощью дыхания, кому-то еще там какие-то... каждый находит свои какие-то способы. Дальше идем. Ноги, икры, истопы.